Всем привет дорогие друзья, и сегодня мы с вами рассмотрим очень интересную партию, в конце которой произошла очень красивая комбинация. Это одна из всех партий, это одна из всех длинных партий, в которой происходит несколько вариантов в конце, ну и на каждом решении происходит очень красивая партия, очень красивая как бы комбинация. Обязательно досмотрите до конца, давайте начнем. Мы будем смотреть за черных, белые начали партий ходом Д4, мы играем коне в 6, далее происходит С4, и мы играем Е5. Будапештский гамбит, жертву пешку в центре, белые конечно принимают жертву, играют ДЕ, нападают на нашем коне, мы отводим коня на поле Ж4, нападая на пешку. Но белые ее не защищают, а играют конь С3, мы играем Д6, еще одна пешка, нападаем на нее, далее происходит размен пешек, мы забираем слон Д6. Ну и в этой позиции белые играют H3, хотят прогнать нашего коня, но мы ее не прогоняем, а играем конь F2. Очень сильный ход, кстати, мы делаем вилку на ладью и на ферзя, из-за чего белым приходится забирать ее ходом король F2. Ну и тут мы видим то, что ход слон Ж3 шаг не проходит, потому что после король Ж3 взятия Ферзя 1 не проходит, потому что тут на поле С3 конь защит Ферзя, и мы попросту пожертвуем слона. Из-за этого тут ход слон Ж3 не помогает, то в этой позиции нужно играть Ферзь за Ж4, делать шаг. Какие варианты есть за белых? Если они защищаются ходом Ж3, то мы играем Ферзь Ж3, просто шаг и мат. Конечно, белые на эту ловушку не попадутся. Также у них есть такой ход, как король Ф3. На король Ф3 мы играем просто Ферзь Ж3 шаг, далее происходит король Е4, и тут мы делаем очень сильный и красивый ход слона в 5 шаг. Жертвам слона, если белые не забирают, играют король Е4, то мы просто играем Ферзь Ж5, это шаг и мат. Можете сами поставить видео на паузу и посмотреть, выходов больше нет. А если же белые забирают нашего слона, то мы просто играем Ферзь Ж6, опять же шаг и мат. То есть, по чернопольной диагонали белый король полностью подрезан. То есть, на Ж3 мы посмотрели, что произойдет на Ф3 тоже. Там тоже два варианта посмотрели, на Д4 и со взятием слона. Какие варианты еще есть у белых? Они могут отойти королем на Е3. Тогда уже происходит полный разгром. Вот именно из-за этих комбинаций я решил записать это видео. Тут мы делаем очень сильный ход слона в 5. Ну, я вам так скажу, после этого, конечно, мы выигрываем. После этого Стоквиш показывает три самых сильных вариантов, три самых сильных хода за белых. И после чего мы, конечно же, опять же, побеждаем все равно. После хода слона в 5 мы полностью подрезаем белопольную диагональ, из-за чего белый король больше не может пойти на Д3. Один из ключевых, как бы, полей. После чего мог бы там на С2 пойти и Ферзь Ж6 защититься. Ну, если бы, конечно, слон стоял на С8. Но мы слона выводим на Ф5, подрезаем белого короля по белопольной линии. И какие варианты есть за белых? Здесь белые могут сыграть Конь Ф3, могут сыграть Конь Д5 и могут сыграть Король Д2. Мы все ходы рассмотрим. Давайте сначала рассмотрим самый слабый ход из этих трех. Это ход Король Д2. На Король Д2 мы играем Ферзь Д4 шаг. На С2 нельзя. Опять же слон подрезает. Приходится идти на Е1. И тут мы играем слон Ж3 шаг и мат. Какие еще варианты есть за белых? Если они пойдут Конь Ф3, то тогда мы играем слона в 4 шаг. Очень красивый ход. Мне он особенно понравился. Далее Белый Король отходит на Д4. То есть больше нет вариантов. На Д2, на Д3, на Е4, на Ф2. Там нельзя. Приходится отходить на Д4. И тут мы играем Конь Ц6. Делаем шаг. Белый Король отходит на Ц5. Далее. То есть на Ц5, чтобы там как-то через Б5 что ли уйти на А4, на Б3. И как-то хотя бы защититься. Чтобы какие-то шансы были. Но все равно мы его настигаем. Мы играем Ферзь Д7 шаг. Если Белый Король отходит на Б5, то мы играем Ферзь Б4 шаг и мат. А если же в этой позиции Король отходит на Д5, то мы играем опять же Ферзь Д6 шаг и мат. Какие еще варианты есть за белых? На Конь Ф3 рассмотрели, на Король Д2 рассмотрели. Ну и последний ход это ход Конь Д5. После чего просто происходит полнейшее мясо, так скажем. Если в этой позиции Белый играет Конь Д5, то тут мы делаем опять же очень красивый ход. Это ход Ферзь Д5 шаг. После чего Белому приходится отходить на Д4. Далее мы играем Слонь Е5. Просто очень красивый ход. После чего мы просто побеждаем. Слонь Е5 шаг. Также этом слона. Если Белый забирает Король Е5, то мы играем Конь Ц6 шаг и мат. Если же в этой позиции Белый отходит на Ц5, то есть видим то, что кроме хода Е5 еще есть ход Ц5. После Короля Ц5 мы играем Конь А6 шаг. Приходится отходить на единственное поле от поля Б5. Далее мы играем Слонь Д7 шаг. Опять же настигаем его Король А5 единственный ход. Мы играем Б6 шаг. Опять же единственный ход это Король А6. Ну и тут мы делаем просто завершающий, очень сильный и мощный ход Ферзь Д8. Тут мы уже полностью побеждаем, потому что больше нет вариантов защиты от этого хода. Ну и не важно, как тут сыграет Белый, допустим, ход А3. Но вы сами можете поставить видео на паузу и увидеть то, что больше нет вариантов за Белого защититься от этого мата. Допустим, они сыграли А3. И тут мы играем Ферзь С8 шаг и мат. На Б5 нельзя из-за слона, на А5 нельзя из-за пешки. Ну и вообще больше нет полей. Это шаг и мат. Так вот, дорогие друзья, сегодня мы с вами рассмотрели очень красивую партию с очень красивой комбинацией. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал D8.